Самара уже в игре. Меньше чем через 440 дней мы примем главное футбольное событие планеты. Турнир, за которым следит весь мир. Как город преображается к мундиалю, расскажем в новой программе Самара в игре. С вами Андрей Горгуленко, смотрите в этом выпуске. В каком состоянии главная стройка Самары? Репортаж со стадиона Самара-Арена. Шмели на стадионе. Эксклюзивный репортаж из Екатеринбурга. Единая медкоманда FIFA 2018. Самарские врачи осваивают новые профессии. Свыше 13 тысяч тонн конструкции требуется для основного покрытия Самарского стадиона. Темпы работы на объекте высокие. Монтаж купола ведется круглосуточно. Помогают строителям временные и поддерживающие конструкции массой почти 3,5 тысячи тонн. По признанию подрядчиков, Самара-Арена – один из самых сложных и больших стадионов России. Так ли это на самом деле? Репортаж из самого сердца масштабной стройки. В рубрике «Самара» мы сделали это. Инженерные расчеты должны быть выполнены. Видишь, конструкция нависающая. Опытным взглядом инженера Олег Каноненко сразу оценивает сложность купола стадиона. Ведь до того, как стать космонавтом, он 6 лет проработал в конструкторском бюро завода «Прогресс». Оглядывая сверху весь стадион, Каноненко сравнивает его по масштабам со стартовой площадкой для ракет. Оказывается, у футболистов и космонавтов больше общего, чем кажется на первый взгляд. Полет в космос для космонавта, конечно, вершина. Вершина его подготовки, вершина его труда. Я думаю, спортсменов, для кого-то этот чемпионат мира может быть единственным, конечно, человек будет вкладывать все свои силы, все свои возможности, чтобы этот чемпионат не пропустить, попасть в национальную сборную. Когда посол чемпионата мира был здесь год назад, стадион выглядел совершенно иначе. К сооружению купола еще даже не приступали и не было трибун. Сейчас они готовы почти на 100%. Мы находимся на высоте почти 35 метров. Отсюда поле как на ладони. А дело в том, что трибуны спроектированы так, что из каждой ее точки смотреть за игрой будет удобно. Но гораздо интереснее взглянуть наверх. Это купол. Он готов сейчас больше, чем наполовину. Купол состоит из огромных металлических конструкций. Это консоли. Так вот, одну треть такой консоли здесь устанавливают за два с половиной дня. А все потому, что работает 2000 человек. В июне на стадионе займутся полем. Начнут укладывать коммуникации. Дренаж, полив, подогрев. И уже этим летом поле засеют травой. Свою подготовку к чемпионату мира продолжают и другие 10 городов. В Екатеринбурге, например, на стадионе побывали шмели. Это прозвище местного футбольного клуба «Урал». Спортсмены лично проинспектировали арену, на которой им играть после мундиаля. Вместе с ними на площадку будущей Екатеринбург-арены отправились наши коллеги с 4-го канала. Подробности смотрите в репортаже в эксклюзивной рубрике «География ЧМ-18». Вместо футбольной формы и бутсов – строительные жилеты и каски. Вместо наставлений тренера – инструкция по технике безопасности от прораба. На территорию строящегося центрального стадиона игроки клуба «Урал» заходят впервые. Когда работы закончатся и площадка, наконец, превратится из строительной в спортивную, она станет домашней ареной шмелей. В роли капитана сегодня Тимур Уфимцев. Гендиректор компании «Синара Девелопмент» рассказывает о новых сборно-разборных трибунах. Благодаря им футбольные матчи здесь смогут смотреть сразу 35 тысяч болельщиков. Раньше арена вмещала 27 тысяч человек. Внутри стадиона футболистам, похоже, уже не до экскурсии. Массово принимаются делать селфи. Руководитель строительной компании с особым восторгом рассказывает про крышу арены. Над площадкой нависли два гигантских кольца. Можете видеть уникальную конструкцию кровли. Обратите внимание, она не выпуклая, она вогнутая. За счет этого удалось существенно сэкономить расход металла. Весь вес кровли, порядка 5000 тонн, это сопоставимо с весом Эйфелевой башни в Париже. Шмелям показывают входные группы и помещения, где будет тренерская, раздевалки, душевые и массажный кабинет. Я первый раз на стройку пришел. Конечно, очень красивый стадион, я думаю, получится. На Урал будет большие людей ходить? Конечно, будет. Если будем еще выигрывать побольше, то их народ будет больше ходить. Президент клуба Григорий Иванов надеется, что сборно-разборные трибуны после чемпионата мира по футболу разбирать не придется. И стадион будет заполнен не только во время матча Мундиаля, но и на всех играх Урала. Когда финансовое положение будет у людей более-менее хорошее, сейчас объяви, например, что завтра, завтрашняя игра с Рубином, субботняя игра с Рубином будет, вход бесплатный, полный стадион будет. Знаешь, болельщики многие могут, они считают деньги и экономическая составляющая много играет. И до чего люди не ходят на футбол. Строительство Екатеринбург-арены обойдется более чем в 12 миллиардов рублей. В благодарность за экскурсию строителям вручают мяч с автографами игроков Урала. Возведение центрального стадиона по-прежнему идет с опережением графика примерно на полтора месяца. Подрядчик не сомневается, и Екатеринбург-арену сдадут в конце декабря 2017 года. В апреле здесь пройдут первые тестовые матчи. Награду из рук олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева получили около полусотни самарских волонтеров. Акция «Благодарить» проходит в регионе более 10 лет. В этот день честуют лучших добровольцев области. О тех, кто готовится помогать в организации чемпионата мира по футболу, расскажем в рубрике «Я волонтер». Встреча начинается с товарищеского матча. Состязание символическое. Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев играет в настольный футбол с активистами волонтерского центра. На акции «Благодарить» знаменитый спортсмен и посол чемпионата мира. Сначала беседует с теми, от кого зависит успех Самары на матчах FIFA. Затем вручает активистам награды. Приезжают сюда спортсмены, гости, знакомятся в первую очередь с волонтерами, которые помогают в дальнейшем узнать лучший наш город, чемпионат. Поэтому приятно награждать отличившихся. Я думаю, все они будут стараться, чтобы всем понравился чемпионат мира именно в Самаре. Мы стартовали 16 сентября 2016 года, но за это время у нас прошло уже очень много событий разных. Поэтому мы хотим поблагодарить тех, кто прожил с нами этот период и как-то активно себя проявил в совершенно различных формах. Помогал при организации, был медиаволонтером, выступал в качестве рекрутера и проводил эти собеседования. Акция «Благодарить» проводится в регионе уже 11 лет. В этот день награждают волонтеров со всех уголков губернии. Сегодня грамоты получили в том числе около полусотни активистов из Центра подготовки чемпионата мира по футболу. До чемпионата мира еще остается больше года, но мы уже сейчас можем получать практику, опыт, который пригодится нам на самом чемпионате и в дальнейшем. Стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в Самаре пожелали 5,5 тысяч человек. Срок подачи заявок уже истек. Подходит к концу и этап собеседования. Список с именами счастливчиков, которым предстоит участвовать в проведении чемпионата, сформируют в сентябре. А в октябре волонтеры начнут проходить обучение. Окулисты, терапевты и кардиологи. А все вместе единая медицинская команда FIFA 2018. В Самаре образуется целое сообщество врачей, которым предстоит работать на стадионе во время игр чемпионата мира по футболу. Для этого всем участникам необходимо помимо основной специализации обладать навыками экстренной медпомощи. Как врачи осваивают новые дисциплины смотрите в следующем сюжете. Приемы сердечно-легочной реанимации отрабатываются на тренажере. К мировому футбольному первенству готовится медицинская сборная. На стадионе будут работать врачи разных специальностей. Все они должны обладать навыками оказания первой помощи, причем по европейским стандартам и рекомендациям FIFA. В 2018 году им предстоит оказаться в самом центре футбольных баталий. На столь массовых мероприятиях ситуация бывает непредсказуема. Острая коронаврация, она в принципе очень распространена в международных соревнованиях, на различных скоплениях, на стадионах, на концертах, на фан-фестах. Поэтому мы всегда должны быть готовы после остановки кровообращения и всегда в течение 10-30 секунд реагировать на это и начать сердечно-легочную реанимацию. Терапевты, эндокринологи, врачи общей практики и другие снова идут грызть гранит новой для них науки. Футбол – один из самых травмоопасных видов спорта. Врачи на стадионе все должны быть травматологами. В принципе, мы их обучаем принципом иммобилизации и верхних, и нижних конечностей, и повязки на голову, на шею. Принципом транспортировки больных, как уложить наносить, как нести. Все должны говорить по-английски и все должны обладать навыками медицинского психолога. На специальных тренингах по психологии медики изучают науку, которая помогает предотвращать конфликты и не погружаться в отчаяние. Мало ли кому что взбредет в голову, когда проигрывает любимая команда. Если какому-то человеку, допустим, станет плохо, если он при этом будет находиться в состоянии тревожности, возможно, панические атаки, возможно, острая реакция на свое состояние, и также родственники пострадавшего наверняка будут нуждаться как в помощи медиков, так и в помощи психологов. Медицинская команда FIFA формируется только из профессионалов высшего уровня. Каждый из них – ас своего дела, но стадион требует дополнительных знаний. Всего они проходят обучение по 11 специальностям, причем по стандартам Международной футбольной федерации. Сейчас команда состоит из 250 медицинских работников. Текучка небольшая, потому что основной костяк команды уже сформировался, и целый год он уже существует. И, соответственно, те, которые имеют медицинскую специальность, хотят попасть в нашу команду. И уже к началу следующего года медицинская сборная Самары должна быть в полной боеготовности. К футбольному чемпионату мира готовятся не только любители самой популярной игры. Детский театр «Задумка» поставил удивительный спектакль для самых юных зрителей – путешествие футбольного мяча. О ярком и познавательном представлении расскажем в следующем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот в день премьеры на сцене в едином коктейле смешалось все – бразильский карнавал, испанская страсть и русская душа. Каждый номер сопровождался интересными фактами о чемпионатах мира. В восторге были все зрители без исключения. Чем больше будет детей смотреть вот эту прелесть, тем будет лучше для чемпионата. Они проникнутся к тому времени. Я сегодня присутствовал как на уроке. Три урока. Это урок географии, это урок истории, история футбола, потому что многие вещи, даже я услышал впервые, это действительно обучение наших детей. Ну и третье – это танцы народов мира. Это феерия танцев. Ну а главную оценку дали юные зрители, которые, зарядившись сумасшедшей энергетикой, танцевали вместе с артистами прямо на своих местах. Дорогие телезрители, вы тоже можете стать участником нашей программы. Мы запускаем фотоконкурс. Выкладывайте в социальных сетях фото с хэштегом «ГИС Самара в игре». На фото должны быть вы, городская достопримечательность, которую вы считаете главной. И, конечно же, футбольный элемент. Авторы самых креативных фото получат подарки от нашего телеканала. Выкладывать фотографии можно до конца апреля. Итоги конкурса подведем в наших следующих выпусках. На этом выпуск подошел к концу. Ну а подготовка к чемпионату мира в разгаре. О самом важном в преддверии большого футбольного праздника расскажем вам в передаче «Самара в игре». Увидимся на полях ваших телеэкранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова